На Болткоме Разворот У нас гости! Ребята, а это я ломаю дверь! Телефон прямого эфира Радио Болтком 672 12 93 9 Добрый вечер, уважаемый... Добрый вечер, добрый день, уважаемые радиослушатели! В эфире дополнительная программа Разворот в студии Вадим Радионов, звукорежиссер Евгений Копейн. Телефоны прямого эфира 672 12 93 9 и 672 13 93 9. А в гостях у нас сегодня российский политолог, журналист, декан факультета телевидения Московского государственного университета имени Ломоносова Виталий Третьяков. Здравствуйте! Добрый день, добрый день всем! Ну что ж, наверное, начнем с темы, которая волнует Латвию и в какой-то степени, наверное, волнует и Россию. Прошедшие в Латвии референдумы о предоставлении русскому языку статуса второго государства. Вот как в России относятся к этому мероприятию по прошествии уже какого-то времени? Ну, как вы понимаете, Россия большая. И по большей части проблемы таких маленьких стран, как Латвия, не интересует аудиторию основную. Ну, Москва политизированный город, естественно, эксперты, журналисты, политики, они это знают. Ну и те, кто специально занимается этой тематикой. То есть, конечно, когда было объявлено о борьбе за этот референдум и о его подготовке, о самом референдуме, о результатах, то в круге этих людей, которые занимаются этой проблемой, либо за этим следят, это вызывало определенный интерес. То есть, определенный, я говорю, потому, не то, что он был низкий, а определенный, потому что результат был предсказуем. То есть, в России тоже не питали иллюзии по поводу того, что результат может быть другим. Ну, а как их можно было питать, по крайней мере, на мой взгляд, я не знаю всех деталей и тонкостей. Вернее, так, я знаю по российской прессе, по EroNews, по российским СМИ, по EroNews, я видел соответствующие сюжеты в тот день, когда был референдум. Я знаю некую фактуру, насколько она точна, насколько точно передавалась эта фактура, я не знаю. Ну, например, о том, что латышские политики, естественно, те, кто против русского языка, они накануне, там, чуть ли не в день референдума, в открытую, не стесняясь, фактически выступали против русского языка, даже вроде бы нарушая местные законы, я вот просто пересказываю то, что я слышал. Так вот, ну, относительно самой сути проблемы и того, почему результат был предсказуем, по-моему, все очевидно. Ясно, что сторонники русского языка как второго государства в Латвии, это в первую очередь и в абсолютном большинстве русские, ну, и, видимо, некоторая часть русскоязычных. Но поскольку значительная часть русских, по-прежнему, 200 тысяч, да, если я не ошибаюсь, поражены в правах... — 319 по данным МИДа, если вы имеете в виду неграждан. — Да, неграждан. — 319 тысяч? — 319? Все еще столько? — Да, достаточно много. Вот недавно МИД эти данные обнародовал публично. — Ну, там, в Москву заинтересованные лица, специалисты-то говорили, что вот уже кто-то натурализовался там, и все, цифра уменьшается. — А еще 10-20 лет назад многие говорили, к тому же, к сожалению, некоторые российские политики того периода, ну, еще там лет 10, и проблема снимется сама собой. Одни вымрут, другие уедут, третий язык выучат. Значит, оказывается, цифра не уменьшается. — Ну, вот видите, новый я узнал. Так вот, значит, ну, 300 тысяч, просто поражены в правах, не могли голосовать. Это те, кто голосовал, там, безусловно, за одну, абсолютно большая часть. Это первое. И как бы ни мобилизовался вот этот русский, в данном случае, я говорю русский, потому что по поводу русского языка, этот слой населения Латвии, он все равно численно не мог перебить тех, кто, очевидно, против. И второе, понятное дело, что как раз по этому поводу максимально канцелярировался, мобилизовался националистический латышский избиратель, поскольку референдум, это, ну, почти выборы, те же самые бюллетени и прочее. — То есть, может, речь идет именно о мобилизации националистического латышского избирателя, учитывая, что почти 800 тысяч человек проголосовали против русского языка, как этого государственного? — Когда я говорю националистический, ведь национализм... — Национальный или националистический? — Нет, националистический. Национализм выбирает в себя много понятий. В обиходе это, может быть, почти ругательное слово, а я его беру как нейтральное слово, как определение. Значит, вот в самом национализме, на мой взгляд, ничего плохого нет. Каждый, представитель каждого народа, более-менее имеющего национальное самосознание, он является националистом. Вопрос в том, до каких пределов этот националист развивается, является он тем, как он сейчас говорит, цивилизованным или таким троглодицким. И насколько этот, вот, уже переходящий в троглодицкие формы националист, готов ущемлять другие национализмы в том числе. Так вот, когда я говорю, что националистическая часть жителей Латвии, то есть, я предполагаю, это в основном латыши, мобилизовалось, я имею в виду тут национализм всех сортов и разновидностей. От самого крайнего, вот тот, который просто патологически ненавидит русских, русский язык, право они там в своих этих патологиях или не право, но это там, либо психиатры, либо там историки могут вести на сей счет дискуссии. Но это не важно. До вот этих цивилизованных националистов, вроде бы цивилизованных, которые цивилизованные латышские националисты, во всем остальном, кроме русского языка, русской проблемы, русского народа, русского населения Латвии. Вот они же там, ну, слуга, если бы вопрос стоял о придании статуса государственного языка второго французскому языку, тут гипотетическую, вроде бы не говорят на улицах Риги, например, по-французски. Начали собирать сбор подписей за предоставление китайскому языку государственного статуса. Да-да, я слышал, кстати, что вот в некоторых прибалтийских странах, в Эстонии, мне говорили, в Таллине, значит, у вас то, что китайские довольно сильно растут эти диаспоры, но чайных городов нет еще, чайно-таунов. Но в Латвии у нас достаточно с этим скромно, обстоят дела у нас даже китайских ресторанов, как таков, практически нет, один или два. Ну, в основном, китайцы, вот, допустим, французский, ясное дело, что возьмем вопрос, зачем второй государственный язык в Латвии французский, вроде и французов, чтобы нет. Но я думаю, что на референдум о придании статуса второго государственного языка в Латвии французскому языку, вот националисты латышки так бы не консолидировались, как по поводу русского. Хотя русский тут обиходный язык во многих городах, ну, в первую очередь, столицы. — Как вам кажется со стороны, сейчас в Латвии много говорят о том, что в этом референдуме нет ни победителей, ни проигравших. В то же время, каждая из сторон говорит о том, что она победила. Русские говорят о том, что 300 тысяч, практически 300 тысяч голосов — это победа, это консолидация русскоязычной общины. Латыши, в свою очередь, говорят о том, что русскоязычная часть общества получила сокрушительное поражение. — Как вам видится? — Это довольно типичная для политики ситуация, только если политику рассматривать не как серию отдельных событий. Вот сегодня случилось, один победил, другой проиграл, и всё. А на большом, более-менее, большом временном, а лучше историческом отрезке. Я приведу этот вопрос, вы задали этот вопрос, значит, победили, не победили, как к этому относятся. Ответ не повезён мной из Москвы, пришёл в голову сейчас, но он просто в русле вашего вопроса. За эту параллель приношу извинения, ну, самым испуганным галатышским националистам по поводу русского медведя, русского агрессора и всяких прочих таких ужасов. — Как известно, в этом году 200 лет Отечественной войны 1912 года и Бородинскому сражению. Так вот, Бородинское сражение считается победой. Французы считают своей победой. Они называют, конечно, не Бородино, а Москва. То есть на реке Москва у них сражение так именуется. И русские фактически считают Бородинское сражение победным для себя, хотя покинули поле боя, после этого сдали Москву, там Москва сгорела и так далее. Там я сейчас не буду объяснять, почему и русские не без оснований считают Бородинское сражение победным. Но французы, безусловно, формально всё, поле боя стал за ними. Русская армия отступила после завершения сражения. Но потом-то была победа, изгнание Наполеона из Москвы, из России, то есть из Москвы он ушёл сам, из России, через всю Европу и взятие Парижа с соответствующими помпезными историческими кунштюками. Там казаки требовали шампанское, отсюда родилось бестро и так далее и там подобное. Я считаю, что и те другие правильно говорят, что это победа. Латышские националисты не дали сделать то, что они не хотели. Русские продемонстрировали как минимум то, что не удалось за все эти 20 лет изгнать из них, уничтожить русский язык, как их родной язык, которым они хотят говорить. Они думают на нём, они мыслят. Это язык их культуры, их ментальности, их психология. Они не забыли эту проблему как политическую, они готовы за неё бороться. Не каждый же день там не на баррикадж выходить, не каждый день референдум это будет проводить. Ну а дальше, вот, так сказать, Вородинова, референдум 18 февраля. А что там дальше будет? Через несколько лет можно будет оценить, чья же в конечном итоге это была победа. То есть, получается, если следовать вашей аналогии, Москва, спалённая пожаром, не зря француза отдана. Ну, это Михаил Юрьевич Лермонтов так написал. Его, кстати, Владимир Путин тоже вот именно Бородино почему-то процитировал там с неделю назад в Лужниках. Нет, точно не зря. Не зря. 672-12-93-9 и 672-13-93-9, телефоны прямого эфира. Я напомню, что у нас в гостях российский политолог и журналист Виталий Третьяков. У нас есть звонок, давайте его примем. Добрый вечер. Добрый день. Старая моя привычка, конечно, говорить добрый вечер. Заранее извинять. Здравствуйте. Виталий Тойевич, вот сегодня утром на этом радио, где вы сейчас присутствуете, обсуждалась тема «Россия исключила Латвии списка демократических государств». Вот. Как вот вы думаете, я не знаю, кто в этом списке, Китай тоже недемократическое государство, тоже надо вычеркнуть, Белоруссию, Соединенные Штаты тоже, наверное, надо вычеркнуть, да? И скажем, как вот вы, как российский, будем говорить, общественный деятель очень высокого полета, как вы думаете, а саму Россию можно там оставлять в этом списке? Вот, в принципе, и есть ли вообще какой-то стандарт демократический государств? Да. Спасибо. А как вас зовут? Это уже ушел. Ужал, да. Ну, просто слушатель знает меня и по отчеству, так что хотел к нему также обратиться. Вечная проблема на радио, на телевидении, когда что-нибудь ведешь, участвуешь, когда тебе слушатель, зритель задает там один вопрос, а в нем заложено там пять вопросов. И попробуй на все ответить сразу. Постараюсь. Значит, Россия, как вы знаете, не сама моду вывела на всякие рейтинги, у кого какая позиция по правам человека, по неправам человека, по свободе слова, по несвободе слова, по коррупции, по борьбе с коррупцией, ну, в том числе по демократии. Эту моду завели на Западе в США в первую очередь, собственно, там все эти рейтинги рождались. Ну, и только совсем уж невинный во всех смыслах человек будет утверждать, что при составлении этих рейтингов, те, кто их составляет, руководствуются, ну, там, учебником демократии, и дальше листают по нему, а вот в России там сколько глав этого учебника приходило на 90%, на 100%, а что там не хватает. Спекулятивная часть присутствует, политически спекулятивная, сильнее, меньше, больше, но она всегда присутствует. Поскольку наши, как выражается, любят выражаться наши президенты Российской Федерации, наши коллеги с Запада, даже друзья, имея в виду часто оппонентов, иногда даже врагов, да, наши коллеги с Запада любят заносить Россию вот где-то там на сотые, ну, правда, там на тысячные нельзя поставить, поскольку стран меньше тысяч, а то бы поставили на какое-нибудь 999-е место Россию, то однажды политическая руководство страны России сказала, а почему они только такой пропагандой занимаются? Китайцы, кстати, это начали раньше. А давайте мы будем составлять свои рейтинги, туда заносить этих самых разных стран по разным этим демократическим, эти демократическим позициям. То есть такая контрмера со стороны России? Да. Ну, это такая пропаганда в обе стороны. Понятное дело, что по целому ряду формальных, да и неформальных признаков, Латвия гораздо демократичней Белоруссии и Китая. Прозвучал и Белоруссия, и Китай. Совершенно очевидно. Но, судя по всему, эксперты в мире имели в виду не абстрактную демократию, а в том числе, что больше всего интересует наш МИД, и что, естественно, по каким-то конкретным поводам взаимодействие России с Латвией. Вот в Китае нет 300 тысяч русских, живущих в этой стране десятилетиями, а то и еще там их предки жили, которые не могли бы пользоваться теми, пусть ограниченными демократическими правами, которые есть в Китае. А вот в Латвии при всей демократичности есть, причем понятно, 300 тысяч русских гипотечек в Китае от миллиарда с лишним, но это просто нечто, да, а здесь это совсем другое. А вот при всей демократичности Латвии здесь есть эти 300 тысяч пораженных в правах, пример, чему мы просто вот видели только что. Может быть, это там не совсем правильный взгляд, но если есть красивое яблоко, и в нем вот одна черная точка, маленькая, да крутишь, но точку даже не замечаешь. Допустим, этот Китай со своей червоточиной, но он такой гигантский. А вот на яблоке демократическом, латышском, вот эти 300 тысяч, вот этот референдум, вот эта проблема, но она не точка, это целая сыпь каких-то черных точек, какой-то болезни, нельзя не заметить. Так что, с одной стороны, повернешь другим боком, нет русских в Латвии вообще, румяное яблоко, дай бог, не генномодифицированное, а этим боком повернешь, извините, нет демократии. — Возвращаясь к теме референдума, у нас достаточно популярно в общественном пространстве такое мнение, что этот референдум был выгоден России с одной стороны, с другой стороны, и даже говорят о том, что, возможно, Россия каким-то образом приложила свои руки к проведению этого мероприятия. — Хотел бы, да. — Ваша точка зрения. — В скольких вот эта рука Москвы, ну уж вот, по крайней мере, на латышском плацдарме, я имею в виду, опять же, нейтральный смысл этого слова. Я часто, из всех прибалтийских стран, республик, чаще всего я бывал в Латвии все эти годы, в антисоветские годы в Латвии, и в начале 90-х, ну и там, Балтийский форум часто, поезжал, была такая, много шума здесь наделывшая, делегация во главе с Сергеем Истражемским, я входил в состав этой делегации по его приглашению, Игорь Йоргинс там был, еще кто-то. — Пожигайло был? — Да, Пожигайло, совершенно верно, да. И как раз мы вели тут разговоры, переговоры, очень интересная, это отдельная история, когда-нибудь о ней напишут, там, много было интересного закулистного. Так вот, то есть я часто бываю, и слежу более-менее за этой проблемой, о руке Москвы. Вот сколько раз хотели, говорили нашим дипломатам, нашим послам, ну, это, протяните вашу руку, руку Москвы, ну, повлияйте здесь, ну, помогите русским, ну, устройте какой-нибудь референдум, я не знаю там что, вот. Вот, в ответственности же, да не нужно, но я уже говорил, да, постепенно само рассосется, постепенно проблема решится. Хотелось бы, чтобы рука Москвы, в лайковой перчатке, но мускулистый, как Дмитрий Рогозин недавно сказал, протянувшись, устроила этот референдум. Хотелось бы, не специально по поводу этого референдума, а чтобы она проявилась, рука Москвы, или вот эта там гибкая сила, мягкая сила, через НПО, через то, через все, неповерительные эти организации, или НКО, как сейчас говорят. И вот, чтобы так же активно, как западники действуют на русском политическом поле в России, да, я думаю, и здесь, чтобы вот рука Москвы это организовала. У меня нет там, я не могу сказать, вот, знаю все по документам, но я на 100% уверен, что рука Москвы никакого отношения к данному референдуму не имеет, не имеет рука Москвы. 672-12-93-9, и 672-13-93-9, телефоны прямого эфира, у нас в гостях сегодня Виталий Третьяков, российский политолог и журналист. Давайте примем звонок. Здравствуйте, вы в эфире, говорите, пожалуйста. Добрый день, господин Третьяков, у меня вопрос к вам, к политологу, наверное, самый такой больной для России, для всех россиян. Да. Вот, будьте любезны, как бы вы это охарактеризовали, прокомментировали, как вы чувствуете, даже я бы хотела узнать от вас лично, вот роль среднего класса, вот мы сейчас наблюдаем перед обвалом СССР и в данный вот период, она как бы во время исторических таких катаклизмов этот средний класс имеет особенность обваливаться политически, как бы сдавать вот эту центральную власть. И при этом, парадоксально, государственники, вот непосредственно Владимир Путин, ориентируются на этот средний класс. Вот эта адмибалетность, она не играет ли роковую роль? Спасибо. Понятно, спасибо. Ну, я думал, сейчас там самый больной вопрос для России. Я думал, сейчас что-нибудь услышу, о выборах, там, ну, я не знаю, там еще о чем, о бедности, о неравенстве социальном разрыве, там, гигантском, или о какой-нибудь там Сирии, Ливии, Иране, там, замечательной США, о среднем классе. Вы знаете, в принципе, я разделяю ваши сомнения по поводу среднего класса, вот, содержащиеся в вашем вопросе, формировки его. я многократно говорил относительно среднего класса, очень популярный, я не согласен тут с Владимиром Путиным, вот там, я согласен с вами, просто долго не могу об этом говорить. Я считаю, что, первое, сведения о наличии среднего класса в России сильно преувеличены, это первое. Второе, я всегда спорю со сторонниками этой теории, этих цифр. Второе, средний класс в западном понимании, и как институт, вот, часть общества и гражданского общества на Западе, и то, что средним классом кажется или является, он, конечно, есть, но просто он еще не такой средний, как некоторым кажется, это тоже разные, строговая, явления. Я считаю, что пока то, что называют у нас средним классом, является скорее тем, чем в России раньше называли в советской, в советское, в царское время обывателем, мещанством, ну, не буду, опять же, расшифровывать, вот, то есть, из всех этих сомнений, вы поймете, что я не вижу средний класс, как, там, стабилизатор общества в России. Он еще не насытился, какой стабильности может быть, он еще алчный, такой же алчный, просто более голодный, чем в олигархе, да, вот, он не является, на мой взгляд, стабилизатором общества, но, может быть, в своем дворе, за своим забором, который бы отгородился от всех остальных, от проблем, от обезголенных, он хочет, чтобы все было стабильно, вот на этом пятачке, но на Манежной площади, которую, кстати, представители среднего класса, или те, кто от их имени говорит, где, которые обещают устроить, то ли Майдан киевский, то ли Ат-Тахрир, Каирский, то есть, вообще кровь, это сейчас, обещания грозы звучат сейчас, вот что-то я не вижу тут, ни креативной, ни конструктивной, ни стабилизирующей роли среднего класса. Ну, в следующем получасе мы продолжим обсуждать с темой, как раз мы плавно подошли к протестам в Москве, не переключайтесь, мы вернемся после выпуска новостей. На балкоме разворот! Хорошо бы об этом пару слов сказать. Ну, а мы продолжаем эта программа разворот, и в гостях у нас сегодня российский политолог и журналист, создатель независимой газеты, декан факультета телевидения МГУ Виталий Третьяков. Еще раз, добрый день. Добрый день. Ну, вот плавно мы подошли в прошлом получасе к теме протестов в России, как оцениваете то, что сейчас происходит? Ну, в принципе, я за гражданские свободы, политические свободы, манифестации, демонстрации, там, все имеют право, ну, теоретически, практически, я, как любой человек, я там, не за все ядосты, опять же, не знаю, как в Латвии к этому относятся, я, например, считаю, что там гей-парадов не должно быть, потому что это есть не выражение свободы каких-то меньшинств, а пропаганда определенного стиля жизни и даже более, чем просто стиля жизни. Но в смысле политического за коммунистов ходить с этими лозунгами, против коммунистов ходить с другими лозунгами. Только не нужно на мой взгляд делать из этой такой непосредственной, но разовой митинговой демократии выдавать ее за демократию вообще и за мнение всей страны. Это первое. И второе, не нужно с помощью митингов подталкивать к тому, к чему вообще опасно подталкивать, да и не нужно, неразумно. А к чему опасно подталкивать? Ну, вот там, если бы еще две недели назад мы разговаривали, я бы говорил там, в основном о том, что это не вся Россия бесспорно, и даже не вся Москва, и оплевные слои населения, там много молодежи, очень некритически мыслящие, им надоели лица, которые мелькают на экране телевизора, одни и те же. Они, они обладают опытом историческим и даже просто жизненным. То есть, я за митинги, за демонстрацию, когда я видел, что после митингов 88, 89, 90, 91 годов рухнулась, она разрушилась, и те же, кто ходил на митинги, во-первых, они никакой власти не получили. Те, кто кричал за Ельцина, против привилегий, они власти не получили, они получили еще большие привилегии у правящей верхушки, а сами там потеряли накопление, квартиры многие, некоторые жизни и все такое прочее. Вот, поэтому уж точно я знаю, что митинговая демократия не ведет к позитивным результатам, в первую очередь для тех, кто на эти митинги ходит, а для страны это вообще очень опасно. Так вот, сейчас, вот в последние дни буквально у меня полное ощущение, что ряд лиц, которые подталкивают, вот говорят о том, что это Навальный, по-моему, говорил в части, что это будет либо Майдан, либо Тахрир 5 марта в Москве после выборов. Это просто провокация в чистом виде. Опять же, там шизофрения в голове, задание чьего-то или это такой идейный провокатор, ну, мне в конечном итоге все равно, если он подталкивает кровь, жаждет ее, это первое. Второе, что я хочу сказать, еще более сложной комбинацией может быть, тут уже что-то продуманное. Мне кажется, что люди хотят попытаться президента России Путина, я уверен, что уже 4 марта именно он победит, в первом туре я имею в виду, понятно, что он победит в любом случае, но в первом туре, они хотят спровоцировать его на кровь, повесить на него хоть каплю крови, вот 5-го или 6-го марта, неважно. И вот ради этого, а лучше не каплю, а побольше, ну понятно там с какой целью в дальнейшем, и вот ради этого, потому что они его так ненавидят, потому что они считают, что он там плохой политик, потому что они могут считать все, что угодно, но вот нужно сделать это, и ради этого готовы привести десятки тысяч людей на какую-нибудь площадь, для того, чтобы украсить Путина этой кровавой репутацией. Ну, извините, я не там, 18-летний нет, я декан, у меня 200 студентов возраста, студенток в основном, понятно, в Кутин телевидении, как раз вот этого возраста, когда вот все в смятениях, вот демократия, 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 значит, в результате таких демократий, я там 5 раз за них собирал собрание факультета, чтобы они, наконец, выбрали представитель студсовета, потому что они все свои демократии, они никак не могут выбрать представитель студсовета, потому что одни за одного, другие за другого, и сойтись не могут, вот, и я их уговаривал, ну, поймите решение, консенсус, там, все им это объяснял, вот, я не хочу, что моих студентов, в частности, вот этих девочек и мальчиков втравили в это дело, чтобы за их счет жертвуя их судьбами, возможно, и уж вот, во всяком случае, их спокойствием разыгрывались такие вещи, ну, плюс, это просто плохо для России, так что, мое сейчас отношение к этим митингам крайне жесткое, но я различаю четко к тем, кто на трибуне, на сцене, плюс, я их знаю практически всех лично, почти всех лично, и те, кто там внизу, там, вот внизу, это все такое субстанция, там, и демократы, и не демократы, идейные, не идейные, случайные прохожие, любопытные, там, по-всякому, просто недовольны, я и сам многим недоволен, просто не в том возрасте, статусе, самосознании, чтобы там ходить и кричать на митингах, демонстрациях, вот, я пишу статьи, у меня там такой список недовольств, что на 25 митингов хватит, но вот те, кто стоят там на трибуне, люди в тусовке, обеспеченные, там же ни одного обездоленного нет, там просто нет ни одного обездоленного, там нет ни одного без должностей, без фондов, без зарплат, без машин, причем, это ни Жигули, ни какие-нибудь там фокусы. Но в блогах писали о том, что даже есть ВИП-входы на акции протеста, не знаю, правда это или нет, но тем не менее, в интернете такая информация я в этот ВИП-вход не заглядывал, значит, Москва, это крайне пижонский, снобиский, это мой любимый город, это мой родной город, но я вижу в нем разные стороны, снобиский, гедонистический город, все там жалуются, вот таджики, там были, кирбизы, узбеки, вот они что-то там нас вытесняют, то есть проблема есть, и они об этом, реально, не хотят москвичи, они слишком хорошо обеспечены, не вся Россия, москвичи, по большей своей части, и они уже никогда, они будут обсуждать о демократии, в том числе на митингах, но подмести свою улицу, наняться работать дворником, уже никогда москвичи не будут, это город слишком богатый, вот, отсюда снобизм, гедонизм, тусовки, театры, концертные залы, бриллианты, ну, все это, я думаю, это до Латвии через наши телевизионные каналы, основные герои нашего времени, это не Моресевы, не танкисты, не трактористы, а совсем другие люди, вот, это просто, ну, невозможно, чтобы люди, которые привыкли посещать светские рауты, вдруг, вот, на эти два дня опростились, если только не специально, да, можно поехать две остановки на метро и даже пешком пройти, все это может быть, ну, конечно, все это есть. Но с другой стороны, ведь часто бывает так, об этом пишут исследователи, что когда человек сыт, тогда он начинает думать о каких-то демократических вещах. Да, знаю, вот, согласен с этой точкой зрения? Это известная теория, что вообще все революции совершаются, и народ выстает не тогда, как он плохо, когда плохо, то он думает о куске хлеба, а не о том, чтобы там выставать, бастовать, а вот когда становится чуть-чуть лучше, особенно значительно лучше, вот тогда и средний класс, в частности, может подняться. Не буду вдаваться в детали, их слишком много, они интересны. Я считаю, что не все законы политической жизни, проявляющиеся определенным образом в западных странах, приложимы к России. Законы универсальны, только, что-таки, политика это не физика, нужно иметь в виду, политический закон, не физический. И тут еще много действительно национальных, всяких иных особестных, вплоть до климатических. Поэтому, исходить, да, ну конечно, когда часть людей, вот опять же, молодые люди, те, которые там 15 лет назад уже были сознательными телезрителями, ну там было 7-8 лет, ну они учили в школе, тот же набор лиц во многом на экране телевизора, кстати, телеведущих тоже, вот я что-то не слышал, чтобы некоторые телеведущие призывали к свержению телеведущих, которые слишком задействовались на экране, и все хотят политиков. Ну там, те же, слогая, в Думе, там, те же, в правительстве, а им тут говорят, о демократии, те же, кто сидит в правительстве и не вылезает оттуда, у меня претензии к кадровой политике Путина, вот, собственно, мой первый пункт, претензии к Путину, к кадровой политике, дальше я могу раскрывать, очень много, вот, но я менее впечатлителен, а тут им показывают, там митинги, все митинги, опять же, там, в Каире свергают, тут свергают, всюду свергают, а здесь, говорят, не надо свергать, не надо на митинги ходить, понятное дело, что это вызывает обратные желания, ну, все понятно, но, вот, впрямую связывается с тем, что, вот, жить стало лучше, воспользуемся старой формулой, вернее, так, жить стало лучше, жить стало веселее, театрами, только, тем более, что в театр, сейчас мало кто ходит, за молодежью, к сожалению, веселее должно быть и всюду, и демократия должна быть, и она должна быть веселее, демократия, ну, и плюс, понятное дело, это смешно отрицать, я никогда это не отрицал, я, кстати, никогда не говорил, можно проверить, даже по моим поездкам в судах, когда местная пресса, там, цитировала меня, что бывало, я никогда не говорил, что в России, там, демократия, сравнимая, там, с французской, или американской, я говорил, что у нас квази-протодемократия, демократия, там много, что еще по этому поводу говорил, я писал и говорил, что, на мой взгляд, совершенно зря ограничивают, до того, ограничивают, вот, эту митинговую активность, этой, так называемой, непримиримой оппозиции, только теперь, на мой взгляд, еще более зря, уже отдают, отступают перед этой митинговой оппозицией, я совершенно не понимаю, когда президент Российской Федерации, встречается, с, с некоторыми лицами, которые с этих, там, на этом, митинге, на трибуне стояли, с представительной, так называемой, несистемной оппозицией, да, да, я, я не понимаю этого, я не понимаю этого, ну, это отдельная тема. Ну, а как вам кажется, вот, первый канал России, не надо было зажимать, стали показывать митинги оппозиции, такого раньше, во всяком случае, говорят, эксперты не было. Нет, теперь у нас главными экспертом, вот, опять, вот, это то, что нужно знать Россию, ее политический класс, то есть, знать это не значит, там, любитель, не надо знать и понимать, понимать, что там многое неизвестно, неизвестно, мне сделать сейчас Россию и Швейцарию, как предлагают некоторые, вот, я им говорю, не получится оно, даже не пытайтесь, в Швейцарию, приезжайте в Швейцарию, там, как раз все швейцарское. Там слишком много референдумов. Да, нет, дело, и это тоже, вот, это, это вот Россия, значит, то не показывали, теперь Володя Рыжков не вылезает с экранов телевизоров, он всюду все комментирует, стал главным экспертом, и у меня хорошее отношение с Володей Рыжковом, я его давно знаю, в общем, по-человечески я к нему отношусь, вот из этой когорты, вот этих лидеров оппозиции, может, лучше, чем другим, он знающий человек, у него есть, кроме ора, у него есть там некие другие эмоции, кроме того, что я ненавижу Путина, потому что он зверь, или там кто-то, у него есть что-то еще, какие-то аргументы, вот, но мы сейчас не о Рыжкове, о том, что раньше зажимали, теперь, значит, давайте вот на всех экранах Рыжков, по всем вопросам судит, дает советы, рецепты, ну, или, вот, заседание Думы, где обсуждался этот закон, я не знаю, это у нас два дня назад было, заседание Думы, где законопроекты, медведевские, по этой демократизации, вот, может быть, я там, слишком консервативный человек, если бы даже я приготовил эти, все по демократизации предложения год назад, и случайно совпало, что, с этими митингами, что я их в Думу, то я бы, из тактических соображений, отложил бы на полгода их, подачу в Думу, ну, потому что нельзя, от того, что, даже справедливо, несколько человек, это же страна, это же политика, это же гигантская страна, это страна с оружием, с ядерным, и с гласальным количеством проблем, и митинги, это не главное, среди этого, значит, вышли, закричали, подняли плакаты, там, демократии, и тут же, там, семеро этих законопроектов в Думу, я не понимаю, российских политиков, это, кстати, ну, ко многим относится, которые, там, полгода назад утверждали, что общественное телевидение, не нужно создать, то есть, хорошо бы, но откуда взять деньги, да как это будет независимо, через полгода спустя, не только можно, а давайте срочно создание, в апреле этого года, давайте создадим, два года назад, губернаторов, еще не созрело, правильно было принято решение, еще не скоро будем, вновь избирать губернаторов, через год, давайте избирать губернаторов, причем с завтрашнего дня, завтра не успеваем, ну, давайте, ну, хотя бы там, с осени, Но власть испугалась или что? Я считаю, что некоторые части... Только нужно понимать, что российский политический класс или правящая элита, она не едина. Там очень много антипутинцев. Как говорят разные башни Кремля, не поделили между собой. У нас в Латвии так популярно. Это в свое время мой друг, сосед, и тоже сейчас декан другого факультета МГУ, Вячеслав Никонов. Но он впервые сказал, что в Кремлении много башен, много политик. Грубую главную линию возьмем. В элите российской много антипутинцев. Посмотрите, как себя неправимая оппозиция ведет. Относительно последовательности, честности, бескомпромиссности и принципиальности. Относительно Путина, что говорили некоторые полмесяца назад, что говорили месяц назад, что говорили два месяца назад. Сейчас, когда ясно, что цель максимум, не дать, чтобы Путин вообще не выставлялся, не прошла, и он побеждает, судя по всему, даже в первом туре, неправимая оппозиция разделась на две части. Одни провокаторы или идейные революционеры, уж не знаю, готовы на баррикады вести вплоть до крови, палатки там раздают, а другие говорят, Владимир Владимирович уже не такой уж плохой. вот, они теперь вот в новую, там будут карты менять, нужно закрепиться на площадке Владимира Владимировича и его аппарата уже ближайшие шесть лет. Ну, это политика, но только не нужно говорить, что это принципиальная политика, что вот там в Кривле такие циничные двурушники, а тут на трибуне Болотной площади чистые, принципиальные и, значит, всегда говорят одно и то же. Вообще это очень плохие игры, плохие игры, ну, мы видели, мы на разных территориях, выражусь так, политкорректно, на разных территориях Советского Союза по-разному протекали эти процессы, но они протекали в некоторых вплотную доходя до гражданской войны, до крови в некоторых местах, в некоторых приближаясь к этой, в некоторых переходя, вот созидательного тогда мало что происходило, и после этого абсолютная большая часть населения, которые ходили с этими, погрузились в нищету и бесправие. На пять лет, на десять лет, некоторые до сих пор так живут. Ну что ж, вынуждены мы, к сожалению, заканчивать, но, в принципе, продолжить эту тему, наверное, можно будет на сегодняшней встрече с вами, напомню, что она пройдет в конференц-зале гостиницы Риги, начнется в 17 часов, вход свободный. Напомню, что у нас в гостях сегодня был Виталий Третьяков, российский политолог и журналист. Спасибо вам большое за это интервью. Спасибо, да, спасибо. Всего хорошего. До свидания.